Мы рады снова приветствовать вас на нашем канале и сегодня мы с вами поговорим о стране, которая входит в шестерку древнейших стран, переживших тысячелетия. Эта страна одна из немногих, где население почти полностью мононациональное. Первая страна, принявшая христианство, и первая церковь была тоже построена именно в этой стране. Догадались? Да, эта страна Армения. В этом видео, помимо получения полезной информации о стране, вам необходимо будет ответить на базовые вопросы о ней. Итак, первый вопрос. Столица Армении. Баку, Ереван, Тегеран или Арарат. 15 секунд на размышления. Столица Армении. Город Ереван. Помимо того, что город Ереван является столицей и крупнейшим городом Армении, он еще и один из древнейших городов мира, который был основан аж в 782 году до н.э. Далее мы с вами познакомимся с некоторыми достопримечательностями Еревана. Стоит отметить, что это достопримечательности не только Еревана и Армении, но и всего мира. Руины храма Сур-Псион, 7 век, мост Победы, голубая мечеть и красивый Ереванский вокзал. Следующий вопрос. Флаг Армении. Флаг Армении красно-синий-оранжевый. Символом страны является абрикос и нижняя оранжевая полоса на флаге именно в его честь. А это государственный герб Армении, в центре которого изображена гора Арарат, о которой мы поговорим немного позже. А сейчас о стране. Армения – это государство на Кавказе, расположенное на границе Европы и Азии, бывшая союзная республика СССР, первая страна, принявшая христианство. Поэтому здесь много важных религиозных памятников. Например, греко-римский храм Гарни, Эчмиадзинский кафедральный собор, монастырь Хор-Вираб – популярное место паломничества, которое находится недалеко от горы Арарат. Храм солнца в Гарни, первый век до н.э. и знаменитый Эчмиадзинский кафедральный собор, 301 год нашей эры, который считается первой в мире официальной церковью. И монастырь Хор-Вираб, 642 год, на фоне прекрасной горы Арарат. Вообще, Арарат считается едва ли не самым известным символом Армении. Его видно почти из любой точки. Однако на данный момент она находится на территории современной Турции с 1921 года по Карпскому договору, который Армения не признает. В армянской мифологии существует ряд мифов и легенд, связанных с горой. Например, что Арарат – это жилище змей и драконов. В некоторых армянских версиях мифов о всемирном потопе ковчег Ноя остановился именно на горе Арарат, с вершины которой Ноя спустился на землю. Также Арарат является священным местом для армян. Персидская легенда называет Арарат колыбелью человечества. Арарат – самый высокий вулканический массив армянского Нагорья. Высота над уровнем моря 5137 метров. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Последнее извержение было в 1840 году. А теперь немного о географическом положении Армении. Армения – это страна в Закавказье, Южный Кавказ. Граничит с Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией. У Армении нет выхода к морю. Зато есть очень красивое и самое большое на Кавказе озеро – Сиван. Думаю, хватит информации. Давайте немного поотвечаем на вопросы. Валюта Армении – Монат, Драм, Лира или Реал? Государственная валюта Армении – Армянский Драм. Форма правления в Армении – Президентская Республика, Парламентская Республика или Абсолютная Монархия. Республика Армения – Парламентская Республика. Исполнительная власть не осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Сейчас это Никол Пашинян. А бывший президент Армении Армен Саркисян 23 января 2022 года подал в отставку. По словам Армена Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы войны и мира. Интересные факты об Армении. Армянский алфавит, по мнению филологов, считается одним из самых совершенных, наряду с грузинским и корейским. А вы знаете, какая в Армении самая популярная настольная игра? Шашки, лото, карты или шахматы? Это шахматы. Армению вообще считают шахматной сверхдержавой. Шахматы были известны в Армении еще в IX веке, и в армянских школах в обязательном порядке их преподают. Ливон Аранян, один из ярчайших шахматистов современности, родом из Армении. Интересно, что существует такое понятие, как армянская диаспора. Общая численность армян в мире составляет 10-12 миллионов человек. Между тем, население самой Армении всего около 3 миллионов человек. Это связано с тем, что после страшного армянского геноцида около 500 тысяч армян были разбросаны по всему миру. За счет этого диаспора сильно выросла. Также стоит отметить, что армянская диаспора оказывает очень большую экономическую и политическую помощь Армении. Следующий вопрос. В каком году начался геноцид армянского народа? 1945, 1915, 1917 или 1941 год. 1915 год. Геноцид армян, организованный и осуществленный в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи, осуществлялся путем физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, которые приводили к смерти. За время геноцида погибло около 664 тысяч армян. Армяне – очень древний народ, и его представители оставили значительный след в истории человечества. Одним из таких представителей был Иван Константинович Айвазовский, очень талантливый художник. Знаменитые его картины – Девятый вал, вид Константинополя и Босфора и переход евреев через Красное море. Еще один известный армянин – Аванесян Адамян, который был одним из изобретателей цветного телевидения и радиофототелеграфии, автор свыше 20 изобретений. Шер – легендарная американская певица и актриса армянского происхождения. Гарик Мартиросян – российский шоумен армянского происхождения, юморист, телеведущий, телепродюсер, актер КВН. Михаил Галустян тоже имеет армянские корни. Армения – это уникальная страна, о которой можно рассказывать бесконечно. Но на сегодня это все. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, было ли вам интересно и какие интересные факты об Армении знаете вы. Подписывайтесь на наш канал и хорошего вам всем настроения. Пишите в комментариях, пока не забывайте, пока не забывайте, пока не забывайте, пока не забывайте.